Всем доброго времени суток, с вами Сальнет Машика, и сегодня тема обсуждения будет иметь более личный упор, за что прошу прощения, разговор может получиться не особо интересным. Но я посчитал, что стоит разок высказаться и пойти дальше, чем и дальше игнорировать ситуацию. Конкретно речь про критику моей деятельности со стороны канала TankJr. Сам канал имеет некоторые видео по варфу относительной популярности, по крайней мере в прошлом. Автор канала не скрывает свои проблемы психического плана и желает преодолеть жизненные трудности путём создания интересных видео, что похвально. Хотя интерес тут определить трудно, ибо критика в отношении местного контента сводится к аргументу «как хочу, так и делаю». Но вернёмся к основной теме. Об этом канале я никогда не слышал до 7 марта, когда мне начали присылать видео-ответ на один из моих новостных выпусков. Конкретно речь про новости на 6 марта, где я поднимал тему оправданности награждения Ребекки как игрового разработчика года. Тогда я говорил, что новое направление варфа под её руководством неплохо выглядит. Но выдачу премии творческому руководителю в качестве игрового разработчика могли бы получше пояснить. И здесь начинается критика меня. Мол, я выдаю пассивный негатив, чтобы меня якобы не поймали за руку, и преподаю неблагодарность в массы. Признаюсь, что в моей подаче преобладает критика, но даже в рамках этого видео я нашёл момент упомянуть, как неплохо выглядят будущие игры. Не вижу я смысла бесцельно хвалить игру, ибо это никак не улучшит проект, в отличие от критики, на которую можно реагировать и принять меры. Да и не думаю я, что бесцельно выдаю критику, без приложения возможных вариантов решения. Это напомнило мне один из лодочных рассказов Кратоса из God of War. Как была мать, которая постоянно хвалила и никогда не ругала своего сына, после чего тот вырос вором, и того посадили в тюрьму, пока тот ждал казнь. И когда мать пришла посетить его, сын отгрыз ей ухо, сказав, что он бы вырос нормальным человеком, если бы мать его ругала. Я воспринимаю критику как возможность самоулучшения, потому и записываю это видео, надеясь и для себя тоже почерпнуть нечто полезное из этой ситуации. Например, назвали меня монополистом новостной сферы, и думаю, что это верно, ибо есть у меня переживание, что отсутствие конкуренции может привести к застою моего контента. И когда дело касается именно новостей, мне чаще приходится смотреть за деятельностью зарубежных коллег. С другой стороны, я занимаюсь этим контентом уже много лет, определенная планка качества имеется, равно как и аудитория. Даже если кто и захотел бы новость освещать вместе со мной, есть другой важный фактор – нишевость ворфа. Было бы странно заявляться сюда, в надежде отыскать огромную аудиторию русскоговорящих зрителей. Хоть игра и получает русскую локализацию, санкционные меры, типа запрета на донат, не помогают. Потому я не могу воспринимать свою монополию как результат махинаций, скорее сложившиеся с течения обстоятельств. Да и мне самому больше нравится работать с новостным освещением, а не билдами или тонкостями эндгейма. Здесь уже доступны другие каналы для просмотра в нашем регионе. Часто я ловлю себя на мысли, что больше времени трачу на новостное освещение, вместо непосредственной игры. Но я на такую перемену пошел специально, когда искал для себя новый мотиватор в рамках ворфа, ибо наиграл уже тысячи часов. Практически весь контент пройден, и контент новейший тоже закрывается шустро. Одни люди копаются в билдах, другие строят удадзё. Для себя я нашел решение в создании видео. И тут же, другой пункт критики. Мол, я выпускаю дневные видео с двумя или тремя фактами, после чего идет продвижение моего мнения. Мне и раньше озвучивали предложения, чтобы я делал подборки новостей и выпускал их в большем объеме, например за неделю. Но лично мне больше нравится дневной формат, в основном для актуальности. Да и я не уверен, что могу себе позволить простое в несколько дней, пока жду, когда там новости накапают. Потом и выбрал формат коротких видео, чтобы почти каждый день предоставить несколько минут сводок по ворфу. Как по мне, такой подход помогает лучше усваивать информацию, и оставаться на передовом крае происходящего, с небольшим взглядом на будущее. Но быть может, что такой стиль я выбрал специально из-за лени, или страха работать над более крупными задумками. Возвращаясь ко критике. К сожалению, было много личных оскорблений. Типа инфо-цыган. Ты кто? Чего ты в жизни добился? Может тебе по башке настучать? И прочее. Более вульгарного характера. При этом, со стороны данного автора конкретики нет. Наблюдается даже неверная информация, как программиста путают с разработчиком, или Стива с Пабло. Я уже почти забыл про это дело, но появилась новая доза возмущения в честь новостей за 9 апреля, где освещал положение Wayfinder. Мол, я выстроил свои суждения без ознакомления с условиями и деталями партнёрства между издателем и разработчиком. Что справедливо, ибо такая информация имеет значение. С другой стороны, я крайне сомневаюсь, что такие документы когда-либо выйдут на свет. Мы лишь знаем, что процесс перехода игры в руки разработчика был излишне затянут из-за вовлечённости адвокатов, что в итоге лишь навредило игре. Даже если мы не знаем детали, итог перед нами, в лице умирающей игры. Когда нам лишь объявили о партнёрстве между Digital Extremes и Airship Syndicate, последние прямо сказали, что вряд ли смогли бы осилить такой тип онлайн игры без партнёров в лице DE, которые уже это дело знают. Однако игра имела ужасный старт и сырое состояние, несмотря на продажу наборов и донат. Быть может, что вина здесь на разрабах, но и DE тоже показали себя не в лучшем свете, опробовав свой функционал кроссплатформы и бросив игру на произвол судьбы. Хуже того, активно прерывая процесс разработки самим фактом переходного периода, даже если DE не желали вредить проекту. Если вы помните, я снова сделал упор на некомпетентность DE в качестве издателя, что Tank Junior сразу связался с Варфом вместо проверки данных. Ибо все прошлые проекты, помимо Варфа, где DE были издателем, не возымели успех. Будь то Sword Coast Legends, The Amazing Eternals или Survived By. Быть может, что к этому кладбищу ещё успеет присоединиться Wayfinder. Ещё в момент объявления этого партнёрства у меня были переживания про DE как проклятого издателя. И кто бы мог подумать, что мои опасения подтвердились. Другая точка критики – это непосредственно право на критику, когда мы, как игроки, находимся в мире, созданном разработчиками. Признаюсь, что я тоже размышлял о подобном. Раньше о таком люди в Библии читали и прочих религиозных текстах. А теперь мы способны сами создавать полноценные реальности со своими жильцами и ощущениями. Но без игроков такие миры являются пустышками. Потому критика и важна, ведь создаются эти миры для игроков, а не какой-либо высшей цели. Если в мире игры человеку не будет приятно проводить время, он просто покинет его в поисках другого. Ясное дело, что угождать всем подряд невозможно. Но это и не требуется, пока большинство довольна. Что приводит меня к заключению. Свои мысли я озвучить решил не с целью переубедить источник моей критики. Если человек себя в чём-то убедил, не вижу возможным или необходимым его переубеждать. Но если автор готов критиковать, он должен быть готовым к обратной критике, ибо так устроен интернет. Я же считаю такой случай поводом для самооценки. Потому будьте добры, не подчиняйтесь соблазну устроить охоту на ведьм, ибо некий резон в словах таки был. Комментариев автор и так получил неплохое количество, да и сам он признавал, что такой актив ему был по нраву. Лично мне тоже было забавно смотреть, как в отношении меня кто-то ещё мог проявлять такую степень эмоциональности. Как и с критикой, это лучше безразличие. Больше я не намерен освещать эту ситуацию, потому вряд ли вы от меня увидите вторую и последующие части, ибо не фанат участия в драмах. Но закончу тем, что и вы, как мой зритель, можете воспользоваться поводом и заняться небольшой самооценкой. Иногда такое полезно. Готов я почитать и ваши претензии в мою сторону. Например, нередко мне попадаются комментарии о манере речи. С другой стороны, правду говорят, когда собака лает, человек думает не про то, что он сделал неправильно, а про то, какая собака дурная. На этом от меня всё. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok